Всем привет, вы на канале Кролик Баффи и сегодня будет необычное видео, потому что я записываю его на нашем сервере по Майнкрафту play.anukodavayka.ru Да-да, ребята, кто не знал, у нас есть свой сервер, я буду очень рада вас всех там видеть. Если вам понравится видео, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Сегодня мы будем троллить наших подписчиков в Майнкрафте. Как видите, уже много ребят хотят к нам телепортироваться, но им придется немножко подождать. Для начала пишу вот такую команду. Теперь мы стали невидимыми и телепортируемся к этому игроку. Посмотрите, сколько же здесь людей. Давайте их всех поприветствуем. У нас почти все игроки на спавне. Ого, кто-то уже бегает с назеритовой броней. Кто-то с элитрами, кто-то просто без вещей. Чтобы потроллить наших подписчиков, мы телепортируемся в портал и будем находить их в обычном мире. Отлично, мы переместились с первой попытки. Появились мы в снежном биоме. Теперь пишем команду невидимости и будем телепортироваться к этому игроку. Он находится в Энде на севере Анархии. Тут он выживает. Я не знаю, как именно его затроллю, но буду смотреть по обстоятельствам. Ага, здесь есть еще один игрок. Интересно, они друзья или нет? Непонятно. Из инвентаря берем деревянный топорик и давайте немного поломаем им ферму. Не знаю, как аккуратно это сделать, так как тут все очень для них ценное. Я придумала. Берем из инвентаря кристалл Эндера и расставляем их таким образом. Интересно, как они на это отреагируют? Они нас не видят. Смотрим сейчас на их реакцию. И до сих пор не видят кристаллы, которые здесь находятся. О, отлично, один игрок заметил. Ха-ха, он взорвался. Ха, вот такой прикол получился. Ну, думаю, я не нанесла им большого урона. Ребята, не переживайте. Все, кто участвует в нашем видео, получат по 10 тысяч монет, которые есть в валюте нашего сервера. За них они смогут много чего себе купить. А пока оставляем этих игроков и переходим к следующим. Перемещаемся к этому игроку. Он находится в биоме джунглей. Посмотрите, какие тут классные дома. Пока их нет дома, заспавним небольшое количество лавомерок. Хе-хе-хе. Смотрите, появился даже наездник лавомерок. Что? Я в первый раз такое вижу. Теперь ждем игрока. А, он уже появился. Мне кажется, он немного в шоке. Что здесь такое огромное количество лавомерок? Хе-хе. Даже целых два игрока. Ну и давайте заспавним им огромное количество шалкеров. Они будут наносить достаточное количество урона. Но зато с ними можно получить много панцирей шалкеров. А из них можно сделать сундучки. Расставляем их по всему периметру. Ой-ой, одного игрока убили. Ничего страшного, он сразу же здесь появился. Заспавним им еще немного шалкеров. Ой, я думаю, они просто в шоке от нашего троллинга. Хе-хе. Посмотрите, как тут все изменилось. Хе-хе. Надеюсь, эти игроки не будут на меня обижаться. Ну, а пока они будут с этим разбираться, мы перейдем к другим игрокам. Следующий игрок у нас просто бегает на спавне. Ага, игрок у нас в низу ритки. И он находится возле пещеры. Он в нее спускается. Давайте ему немножечко поможем. Заспавним здесь совсем немного криперов. Бах! И он ничего совсем не понимает. Что же тут происходит? Хе-хе. Жизни мы ему восполнили. Давайте посмотрим, что он будет делать дальше. Пока он ничего не делает. Ага, теперь спускается дальше в шахты. Теперь спавним криперов вот здесь. Хе-хе. Игрок совсем не замечает, что позади него целая куча криперов. Теперь он сражается с зомби. Хе-хе. Ладно, и здесь тоже заспавним криперов. Он не может никуда деться от них. Смотрим, чтобы никто не пострадал. Ведь это просто добрые пранки над подписчиками. Давайте пока криперы находятся там в большом количестве, мы здесь заспавним еще больше криперов. Что же будет делать игрок? Он просто стоит и смотрит. Хм. А тем временем криперы к нему подходят. Хм. Как-то игрок очень хорошо с криперами справляется. Как-то даже не интересно. Давайте отрегенерируем ему все жизни. Вы можете спросить у меня, Баффи, а почему именно 21, а не 20? А все потому, что на нашем сервере специальная прокачка. Можно просто бегать и играть, и тем самым вы будете все больше прокачиваться. У вас будет больше жизней, из-за чего урона вы тоже сможете наносить больше. Ладно, не будем его троллить больше, восстановим ему все жизни и переместимся в следующее место. Телепортировались вот к этому игроку. Он здесь просто копает шахты и у него есть небольшой склад. Давайте ему на склад положим сад алмазной брони. Интересно, как он отреагирует? Я беру специальный топорик и пишу команду. Смотрите, теперь у него все заменилось. Интересно, а он уже заметил? Ха-ха, он пишет, у меня в сундуке, само собой, алмазный фулл сет появился. Удивлен будет еще больше, когда зайдет в шахты. Но добыть алмазы он не успеет. Хе, попытаемся его заманить в шахту. Ого, он просто отсюда исчез. Получается, он не сможет посмотреть на наш троллинг. Это не дело. Попробуем этот троллинг тогда с другим игроком. Тут у нас игрок, который просто путешествует по миру и даже не подозревает, что что-то может произойти. Хе, смотрите, он не понимает пока, что происходит. Берем удочку и подбрасываем его. Игрок спрятался под дерево, но мы и там его сможем достать. Ладно, отрегенерируем ему все жизни и подарим ему что-нибудь интересное. Заменим ему вот такую огромную кучу. Заметит ли он что-нибудь странное? Да, заметил. Хе, теперь пишем вот такую команду. Думаю, что он немного удивлен. Можно сказать, что мы сделали ему прямо сейчас одну из лучших баз, которые могут быть. Теперь он сможет осушить лавовое озеро и выживать. Тут игрок в железной броне. И он вылезает из пещеры. Давайте сделаем ему небольшой подарок. Ему надо большое количество ресурсов, поэтому давайте сделаем огромную дыру вот с таким радиусом. И где же сейчас находится игрок? А, он просто отсюда ушел. Он пошел в другую сторону. Попробуем ему заменить здесь. Даже сразу двух игроков троллим. Они ничего не успели добыть. Хе-хе, они вообще не понимают, что сейчас происходит. И давайте еще немножко алмазов. Ой, нет, они успели немножко добыть алмазных блоков. Ладно, будет им небольшая награда за то, что я немного их потроллила. Переходим к следующему игроку. У него здесь довольно неплохая ферма. Давайте ему поможем. Возьмем вот это и раскопаем ему территорию. Хе-хе, думаю, он в шоке. Мы раскопали ему еще большую территорию. Надеюсь, он будет этому рад. Перемещаемся к другому игроку. Он копается в шахте около пустыни. Давайте соорудим небольшую конструкцию. Надеюсь, игрок не подорвется. Осталось это все взорвать. Игрок остался цел, но жизней стало меньше. Восстанавливаем жизни. И теперь на него хотят напасть мобы. Хе-хе, с помощью удочки закидываем водичку. Так его мобы не достанут. Ой-ой, он куда-то плывет. Наверное, просто плавает. Он точно испугался такого взрыва и мобов. Следующий игрок у нас с полным алмазным сетом брони. Точно, на него нападают фантомы. Давайте призовем еще больше. Ммм, примерно больше в раз сто. Вот такое огромное количество. Хе-хе, что же он будет с ними делать? Он написал, тут столько фантомов. Хе-хе, ну пока они не агрессивные. Призовем еще немного фантомов. Посмотрите, он полностью растерян. А чтобы не оставлять его в такой ситуации, я телепортирую его на дерево. Ого, на него так сильно нападают, фантомы. Тут стало еще больше фантомов. Теперь перемещаем его в воду и подальше от фантомов. И даем ему в награду золотой блок. Переходим к следующему игроку. Он находится в пустыне возле пустынного храма. Он его уже залутал. Тут он пытается отбиваться от мобов. Давайте наспавним ему большое количество кадавров, и он не сможет выбраться. А-а-а, я заспавнила маленьких кадавров, и они его убили. А-а-а, троллинг пошел немножко не по плану. Перемещаем нашего игрока вот сюда, в более безопасное место. Но тут могут появиться разбойники, поэтому давайте заспавним их. Конечно, он попытается пройти вниз, но он не знает, что главный прикол ожидает его в будущем. Берем вот такую огромную территорию и напишем сет алмазный блок. А где же наш игрок? Опять давайте его телепортируем. Ха, он заметил алмазные блоки, но он не может спуститься вниз, так как там большое количество разбойников. Интересно, что же он будет делать? Он просто не знает, что ему делать. Не знает, как все это забрать. Давайте не будем его искушать и напишем вот такую команду и телепортируем его подальше. Деревня как раз подходит. А в награду мы выдадим ему алмазный медь, чтобы он мог защищаться. А мы переходим к следующему троллингу. Этот игрок просто путешествует по миру в Китстарте, который доступен всем игрокам, которые только зашли на наш сервер. Здесь у него находится небольшой склад. Сейчас мы его немножечко потроллим. Хе-хе, он совсем не понимает, что произошло и почему так много воды. А теперь мы убрали всю воду. Пока он не видит, сделаем ему много курочек. Пусть он немного отойдет и мы еще что-нибудь сделаем. Давайте еще один сет с водой. И опять убираем водичку. Хе-хе, спавним ему еще больше курочек. Игрок вообще не понимает, что происходит и почему так много куриц. Смотрите, игрок взял в руку семечко и теперь все курочки идут за ним. Хе-хе, к нему телепортировался еще один игрок. Думаю вдвоем они разберутся. Следующий игрок у нас с одним из лучших донатов, который добавляет ему привилегии для полета. Он может спокойно осматривать пещеры. Но давайте его немножко потроллим. Путешествует он вместе со своим другом. Раз у них все здесь хорошо получается, то давайте заполним все это пространство водой. Посмотрите, как вся пещера сразу преобразилась. Теперь они смогут тут найти все ресурсы, которые им нужны, или же сделать базу, чтобы их не смогли загриферить. Кстати, я только что получила бокс, который мы сможем открыть на спавне. Давайте его откроем. Нам выпали ботинки для диска костюма, но они у меня уже есть. Поэтому мне дали две мистические пыли, за которые я смогу что-нибудь купить интересное. Немного помогу нашим игрокам на аукционе, просто куплю у них вещи. Конечно, они мне не нужны, так как выживать я буду на сервере только честным путем. Ребята, если вы тоже хотите поиграть на сервере, то айпи сервера будет в описании под этим роликом. Здесь играем я и кот-малыш. Также, если вы хотите попасть в следующие наши ролики, то обязательно играйте на нашем сервере. Ну а сейчас я буду выдавать всем игрокам, которые приняли участие в троллинге, по 10 тысяч монет каждому. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok